Хозяева автохлама, отзовитесь! Муниципальный контроль ищет собственников разакомплектованных транспортных средств, брошенных во дворах Наринмара. Забытые и разбитые машины находятся в разных районах города. Их выявляют в ходе регулярных рейдов по улицам окружной столицы. Переулок Малый Качгард 8, улица Строительная 9Б, Рыбников 6Б и другие. Всего на сегодняшний день сотрудниками муниципального контроля выявлено 10 адресов, по которым грустят без хозяев брошенные и разбитые машины. Их выявляют во время регулярных рейдов, иногда по обращениям с соседей. Сейчас недавно посащили их откуда-то. Мы как бы тоже немножко удивлены, но они вроде сказали, что не будут ремонтировать. Наконец-то сказали, что уберут и все, просто на время поставили, гараж занят. Он в рабочем состоянии, в нем как бы домик передвижной, и он уже как пять лет стоит. А то есть он периодически уезжает? Да. Он не брошенный? Нет. Нет, он не брошенный. Согласно правилам благоустройства города Нарьинмара, размещение на придомовых и дворовых территориях автохлама запрещено. Фиксируем транспортные средства как с госзнаками, так и без госзнаков. Конечно, работа наша усложняется, если транспортное средство находится без госзнака. Значит, такое средство мы, согласно нашему положению, мы признаем безхозяинами и передаем, оно переходит в собственность администрации города. Если транспортное средство обозначено госзнаками, на помощь муниципальному контролю приходит ГИБДД. Благодаря такому сотрудничеству удается установить владельцев разукомплектованных машин. Если мы выявляем собственника, в его адрес выдается предписание со сроками исполнения. Если же собственник не исполняет данное предписание, то пакет документов направляется в суд, где выносится постановление о привлечении к административной ответственности. Информацию о розыске брошенных во дворах автомобилях размещается в административном бюллетене. Как отмечают сотрудники муниципального контроля, собственников транспортных средств чаще всего удается найти. Если владельцы данных транспортных средств не объявятся, то эти автомобили становятся собственностью муниципалитета. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».